Здравствуйте, я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Институт ТВ. Фунт недолго находился на своих недельных максимумах по отношению к американскому доллару после публикации правительственного отчета о дефиците платежного баланса и темпах экономического роста за второй квартал. В итоге трейдеры предпочли продажи британского фунта. Котировка валютной пары фунт-доллар резко потеряла 50 пунктов и опустилась к отметке в 1 доллар 60,4 цента США. Как продемонстрировал правительственный перерасчет, квартальный прирост подтвердил первоначальные данные и прогнозные значения аналитиков. Показатель поднялся на 0,7% за второй квартал. Однако годовые темпы роста оказались не столь сильными, как считалось ранее. Годовой прирост замедлился с 1,5% до 1,3%. И этого ни аналитики, ни ведущие экономисты никак не ожидали. Дополнительное разочарование инвесторы получили на фоне публикации одного из наиважнейших макроэкономических индикаторов – сальдо платежного баланса. Сокращение дефицитного значения данного показателя оказалось меньшим, нежели ожидали аналитики – минус 11,2 млрд фунтов стерлингов. Платежный баланс по итогам второго квартала поднялся лишь к минус 13 млрд. Это были новости на канале Инстатв. Всего вам доброго. До свидания.